В 9 утра люди, как обычно, поднимались на этом лифте, чтобы попасть к себе на работу. Однако на третьем этаже двери лифта не открылись. Подъемник начал опускаться вниз на цокольный этаж, где и произошло экстренное торможение. В кабине на тот момент находились 6 человек. Вот что рассказал генеральный директор управляющей подрядной организации. Характер травм мне досконально неизвестен. Это какие-то расстройства, уши невозможные при экстренном торможении. Лифт тряхнуло, соответственно, кто-то из них мог удариться об стенку, либо как-то присесть неудачно. Если обратить внимание на сам лифт, лифт целый, стеклянный, никаких разрушений нет. Кабина целая, внизу отбойники, которые принимают лифт в случае аварии, не целые, не согнутые. Лифтовое оборудование в данный момент находится в целом состоянии. На пуль дежурного 112 сообщение о застрявшем лифте поступило в 9 часов 9 минут. Бригада лифтеров, прибывшая на место, освободила работников. Медики оказали пострадавшим всю необходимую первую помощь. Серьезных травм удалось избежать. Пять человек отказались от госпитализации за исключением одной женщины. У нее разрыв связок левого коленного сустава. Она доставлена в МГКБ. Сейчас специалисты выясняют причину неисправности. Как говорят сотрудники бизнес-центра, совсем недавно лифт проходил плановую проверку. Последнее техническое обслуживание было проведено 6 июня. Сам лифт был диагностирован и заключение экспертизы было получено в апреле данного года. На данный момент проводится экспертиза. Поясняются причины несработки, открытия дверей на этаже, на который был отправлен данный момент. В следственном комитете сообщили, что по факту инцидента организована проверка. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За ходом разбирательства следит прокуратура Московской области. Андрей Колосов, Константин Бондаренко, Первый Матищинский.